Навигация по Амуру между Благовещенском и Хэхэ может начаться уже 7 мая. Об этом пишет агентство Бианг со ссылкой на источник в туристической сфере Хэхэ. Пока пассажирские перевозки между двумя городами осуществляются при помощи судов на воздушной подушке. Центр беспилотных компетенций Белогорска подготовил ортофотопланы двух территорий, которые, по прогнозам, могут быть подтоплены при резком подъеме воды в период с 1 по 3 мая. Составлены карты и территории, где расположены дачи Междуречи и поселок Остров Старица. Беспилотник привлекли по поручению главы города Станислава Милюкова. Как рассказали в городской администрации, это сделано для дальнейшего гидрологического мониторинга движения воды при разливах реки Тойм. Специалисты из Амурской области ремонтируют Амвросиевскую центральную библиотеку. В настоящее время идет демонтаж дверных проемов и вентиляционных коробов. Также строители обновляют электропроводку и меняют отопительную систему. Планируется заменить вентиляцию, светильники и по окончании ремонта установить новое оборудование. Кроме того, в Амвросиевском округе дорожники из Преамурья ремонтируют участок трассы Амвросиевка-Белояровка. Уже уложено два слоя асфальтового покрытия, продолжается отсыпка обочины, сообщили в администрации округа. Амурские охотоведы обнаружили краснокнижных скалистых голубей в Муравьевском заказнике. Специалисты заметили сразу две стаи. В одной насчитали 18, в другой – 16 редких птиц. Скалистый голубь относится к редким видам с локальным распространением и низкой численностью. В Преамурье в основном обитает в южных районах. На самый высокий флагшток Дальнего Востока подняли копию Знамени Победы. Во время торжественной церемонии по традиции в ряды юно-армейцев приняли новых ребят – около 50 благовещенских школьников. Копия Знамени Победы будет развиваться на флагштоке до окончания праздничных мероприятий, посвященных 79-й годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне. Напомню, флагшток высотой 75 метров установили в Благовещенске четыре года назад на набережной Амура в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 1 мая в Благовещенске побывал ретро-поезд «Победа». Это уникальная выставочная экспозиция. В начале эшелона – паровоз послевоенной серии «Л-Лебедянка». Также в составе платформы с военной техникой платформа-сцена «Вагонь-Теплушка». В Преамурье ретро-поезды делает остановки на 10 станциях Бурея, Завитая, Белогорск, Благовещенск, Свободный, Шимановск, Ушумун, Макдагачевск, Ковородино и Ерофей Павлович. Об этом и многом другом мы расскажем в вечерних выпусках новостей. Первый смотрите в 18 часов. Самую интересную и оперативную информацию вы также можете узнать в нашем телеграм-канале и на сайте АОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok